Всех приветствует Компьютерная Академия и наш партнер сайта ixbt.com Правильный сайт, правильный браузер Итак, сегодня у нас хорошая тема У браузера Google Chrome есть свой собственный диспетчер задач Итак, давайте мы разберемся, как его включить и как его использовать Когда нас интересует текущее состояние вашего компьютера на операционной системе Windows И в частности его программное обеспечение, которое запущено в данный момент Мы используем, что? Диспетчер задач Он позволяет быстро оттенить загруженность ресурсов и общую производительность вашего устройства А при необходимости завершить подвисший процесс или закрыть ненужное приложение, работающее в фоне Вы удивитесь, но оказывается у Google Chrome для Windows есть свой собственный диспетчер задач Который позволяет выполнять подобные действия, но уже в рамках браузера Очень интересная тема, поехали Итак, браузер Google Chrome Сам по себе он является довольно-таки сложным приложением, в котором вы можете одновременно открывать и просматривать десятки вкладок А кроме этого у него параллельно работают встроенные программы, плагины, которые помогают взаимодействовать с браузером Некоторые плагины используются для перевода на другие языки, некоторые для скачивания медиа-контента или для работы VPN Их очень много разных и у каждого пользователя есть свой личный список используемых плагинов Так вот, они могут довольно сильно загружать систему и приводить к таким результатам, как замедление работы или даже подвисанию системы Именно для этого вы и можете использовать диспетчер задач именно из Google Chrome, который поможет выявить и решить проблему Он дает возможность завершить отдельный процесс, закрыть, например, проблемную вкладку Или закрыть расширение, в котором происходит или произошел сбой без полного перезапуска с всего браузера Это очень полезно Кроме этого вы можете получить различную полезную информацию, как, например, сколько памяти хавает или занимает та или иная интернет-страничка И сколько она потребляет трафика в сети Полезно, блин! Итак, чтобы вызвать диспетчера задачу, существует два способа При помощи быстрой комбинации кнопок или через настройки в меню В первом случае вам достаточно будет нажать одновременно кнопку Shift плюс Escape Во втором случае вам нужно будет перейти в настройки, нажать по изображению трех точек в правом верхнем углу Выбрать строчку «Дополнительные инструменты» и в выпадающем меню нажать на «Диспетчер задач» Итак, когда откроется диспетчер задач, перед вами сразу возникнет здоровенный список из открытых вкладок А также работающих расширений Вы можете посмотреть объем потребляемой памяти, загрузку процессора и загруженность сети И сделать определенные выводы Итак, у нас есть возможность сортировки показателей по убыванию или по возрастанию К примеру, вам нужно освободить оперативной памяти, некоторый кусочек, не закрывая браузер целиком Для этого нажимаем по колонке «Объем потребляемой памяти» И сверху вы увидите самые ресурсоемкие странички и процессы При необходимости можно завершить ненужный процесс нажатием соответствующей кнопки Таким же образом вы можете закрыть и ненужные плагины А также у нас есть следующее Нажатие правой кнопки мыши открывает меню В котором можно отметить необходимые для отображения разделы Если вы, например, разрабатываете какой-то свой сайт То найдете здесь для себя много-много полезного Что поможет именно оптимизировать его работу По окончании нашего видео Маленькое замечание А между прочим, диспетчер задач понимает В какой момент вы его вызываете И сразу подсвечивает именно тот процесс, на котором вы его запустили То есть, если во время работы в браузере интернет страничка начала тормозить или подвисла Вы сразу можете ее проверить Возможно, она работает некорректно Или использовала много памяти Или слишком сильно загрузила в вашу сеть Так что очень интересная штука Диспетчер задач под Google Chrome Удачи вам! Это канал Компьютерная Академия И наш партнер сайт Ремонтка.про Я думаю, данная информация была вам полезна Смотрите наш канал Ставьте нам лайки Делайте подписки С нами будет интересно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok